Здравствуйте! С вами Катерина Некречи и Крым Реали. Это программа для тех, кому интересно, чем на самом деле живет полуостров. В этом выпуске вы узнаете. Победа бесия на марше. Как крымчан готовят умереть за Россию. Благодаря Путину мы узнали, что мы победители. Вместо Евровидения – пилотка и Севастополь. Я пела в Керчи. Чем сейчас живет судак и чем снова недовольны местные жители. Ты же, видишь, я в шубе лежу. Об этих и других темах мы будем говорить сегодня. Но сначала главное событие по версии Крым Реали. В Севастополе прошли публичные слушания по новому проекту генерального плана города. Он пришелся по вкусу не всем. В новом документе в некоторых районах с частным сектором предусмотрено строительство многоэтажных домов. Люди просто боятся, что их жилища снесут без согласия владельцев. Это представитель государственного унитарного предприятия генплана Москвы. Венестрилх Андрей Леонидович. С флагами на вершину. Накануне Дня памяти жертв депортации 18 мая крымские татары совершили традиционное восхождение на одной из самых высоких гор Крыма – Чаттердак. Многие несли с собой крымско-татарские национальные флаги. Подконтрольные Кремлю власти Крыма дали старт строительству трассы Таврида, которая пройдет от Керчи до Севастополя. В честь этого заложили памятный камень. Готовую дорогу длиной в 237 километров обещают сдать через три года. Пора отпускать. В Киеве провели акцию, переуроченную к годовщине ареста политзаключенного Олега Сенцова. В 2014 году его и еще троих крымчан задержали российские спецслужбы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Российский суд осудил Сенцова на 20 лет. Олег держится, не раскисает, у него вариантов нет, просто живет и выживает в колонии строгого режима, насколько это возможно. В социальных сетях активисты запустили акцию с хэштегом «Пора отпускать». Она адресована российским властям. Можем повторить или никогда снова. Это два разных концепта празднования даты победы над нацизмом во Второй мировой войне. В то время, когда весь мир 8 мая вспоминал миллионы погибших во время Второй мировой войны в России и на оккупированных ею территориях праздновали 9 мая фактически как карнавал под девизом «Можем повторить». Как такое действие происходило в этом году, увидели наши корреспонденты. Пилотки и солдатская форма, бескозырки и тельняшки. Одежда гражданских крымчан и туристов на 9 мая. Массово редили в военную форму даже детей. Эти родители переделали детскую коляску. Другие одели малыша в футболку с Путиным. Благодаря Путину мы узнали, что мы победители, будем так говорить. У нашей молодежи, она должна знать этот праздник. Объясню почему. Потому что на Западе, в том числе и в Америке, говорят о том, что Россия практически никакого вклада не вносила в победу. На самом деле Россия на плечах России. Это была победа ценой больших человеческих жертв. Накануне парада в страхе перед террористами на улицах крупных крымских городов на огухо закрыли люки. В Керчи поступили радикально. Заварили крышки. Военная техника проехала по центру трех городов. В Симферополе это произошло впервые за полвека. На полуострове, где более 70 лет не было военных действий, показали современные системы противовоздушной обороны С-300, грады, зенитные ракетные комплексы и бронемашины «Рысь». Техника в георгиевских лентах. Ее пассажиры целятся кому-то в окна. А это пророссийские казаки. Так называемые самообороновцы принесли на парад победы фотографии погибших на Донбассе своих друзей-сепаратистов. Сталин – почетный гость современных крымских парадов. Его портрет несли не только пожилые люди. Эти женщины затянули Катюшу, как вдруг сменили репертуар. Эти парады массовее прошлогодних. Больше всего людей собрали колонны с портретами воевавших родственников. Фотографии предков прибавилось. Некоторые в них даже запутались. Мой дед участвовал в броне Севастополя. Отец мой. На снимках были и те, кто к полуострову отношения не имеет. Она принесла портрет дяде. У него украинская фамилия. Сам похоронен в России. Из российского же Ставрополя женщина переехала на полуостров более 30 лет назад. Раньше, когда отмечали День Победы, была Украина и шел совместный парад. И все равно чувствовалось, мы всегда кричали «Россия!». Сейчас уже мы Россия не кричим, потому что мы в России. Под занавес празднований длинные очереди за кашей. За бесплатным солдатским блюдом выстроились и пожилые, и молодые. Прибыль от бизнеса на Победе подсчитывали продавцы сувениров. Торговали не только формой, но и цветами, украшенными георгиевской лентой. Кто-то продолжил праздновать в ресторанах и пабах. Одно из севастопольских заведений предлагало гостям мясо под названием «Дым Отечества». А эта девушка в чулках и пилотке зазывала на ночь Победы. Александра Славина, Назар Сытник, Владимир Нестайка, Крым. С вами Крым Реалий. Мы говорим о том, как день 9 мая прошел в Крыму. Эта дата с каждым годом оккупации отмечается в больших масштабах. Как вы видели, там было много оружия, военной формы и лозунгов. К чему может привести милитаризация сознания крымчан, мы спросим у украинского политолога Владимира Фисенко. Вот когда общество постоянно нагружают военной тематикой, подготовкой к войне, то это, конечно, приводит в том числе и к социально-психологическим деформациям, даже к деформациям, скажем так, в общественном здоровье психическом. Другая проблема – это, я бы сказал, вирус войны. И вот как и где он сработает, ведь его запускают вроде бы против Украины, против Запада. Возобновляется тезис, который был популярен в советские времена. Страна как осажденная крепость, противостоящая всему миру, в данном случае Западу, как тогда, так и сейчас. Но если вирус войны запускается вовне, он может вернуться в само общество. Это как бумеранг. Он вернется и ударит по самому российскому обществу. Именно вот этот вирус войны, вирус агрессии, который запускался советской пропагандой, в момент разрушения советского общества, он привел к многочисленным и кровавым конфликтам на постсоветском пространстве. Спасибо. Фраза «можем повторить» уже звучит не только в аннексированном Крыму, но и на территории соседней России. Что могут повторить люди, которые произносят такие слова? Ведь Вторая мировая война – это миллионы погибших. Разрушена экономика, геноцид, лагеря для сотен тысяч несогласных с тоталитарным режимом. Ну а дальше в нашей программе вы узнаете. Вы смотрите «Крым реалии». Самый известный песенный конкурс «Евровидение» в этом году очень тесно связан с Крымом. В том числе и потому, что в Киев не пустили российскую певицу Юлию Самойлову из-за ее незаконного посещения территории оккупированного Крыма. Но вместо «Евровидения» Самойлова снова поехала в Крым. Для чего? Узнавали наши корреспонденты. Она могла бы пройти по самой длинной в истории «Евровидения» красной дорожке и зажечь на главной европейской сцене. Но вместо свободной Украины отправилась в оккупированную. 9 мая российская певица Юлия Самойлова выступила в украинском городе-герое. Севастополь! Встречайте! Лауреат многих конкурсов и фестивалей Юлия Самойлова! Ее не взяли на «Евровидение» из-за выступления двухлетней давности в Керчи, к тому времени уже аннексированной. Я просто пела. Никакой политики там не было. Я пела в Керчи. Певица нарушила порядок въезда на оккупированные территории, заявили украинские спецслужбы и запретили Самойловой посещать Украину. Она не просто посетила Крым, она оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины. Она не должна приезжать в Украину. Российские медиа сделали из Юлии Самойловой жертву. Дескать, молодую девушку, человека с инвалидностью, обидели украинские политики. Организаторы этой позорной русофобской атаки... Они испугались нашей замечательной девочки в инвалидной коляске. Юлия говорит, не испугалась бы лететь в Киев даже под угрозой ареста. Не побоялась и во второй раз нарушить украинские законы. Ну, раз вы не пустили ее в Киев, вот, а она на зло вам выступит в Севастополе. И на Евровидение, и в Севастополь певицу с инвалидностью заслали одни и те же люди, рассказал нам российский журналист. Была певица, не буду называть ее имени, в России, которая уже записала эту же самую песню «Flame is Burning» немножко с другим текстом, и она должна была ехать на Евровидение. Но просто тогда бы она просто спокойно приехала и выступила, что совершенно не входило, как мне кажется, вообще в планы России, вот, просто так, спокойно приехать и выступить на Евровидение в Киеве. В Симферополе и Севастополе мы увидели немало афиш российских актеров и исполнителей. Они не учатся на ошибках своих коллег. Тех, кого за визит на полуостров в обход украинской границы, уже не пустили в Украину. Я в Канатопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная история, конечно, не выпустили меня. О выступлениях на полуострове российского певца Сосопа в Леашвили мы спросили у его концертного директора Алика Гасанова. 18 мая в Крыму будет концерт? Я очень надеюсь, что будет, да. Знаете ли вы, что согласно украинскому законодательству потом можете не попасть в Украину? Я не обсуждаю политические вопросы ни с кем. А в Киеве концерты планируете? Я пока не знаю, пока предложений не поступал. И вот севастопольская сцена вместо Киевской. После поздравлений с Днем Победы Юлия Самойлова делает реверанс в адрес подконтрольного Кремлю главы города. Мне очень-очень приятно быть сегодня здесь с вами. Благодарю Овсяникова Дмитрия Владимировича за эти возможности. Под дождем среди толпы зрителей поддержку Юлии надрывает голос журналистка телеканала «Россия-24». Грандиозный концерт в честь Дня Победы, а на сцене наша Юлия Самойлова. Звучит песня, которую могли бы услышать на Евровидении. Музыка 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 Классная, классная. Должны быть другие услышать, как она поет вообще. Вообще ее должны были увидеть. Но ничего, все равно наша впереди всегда. Несмотря на то, что Киев отменил ее выступление, молодец, что она решила приехать в Севастополь. Ничего не побоялась, нечего ей там делать. В государственной пограничной службе Украины нам сказали, отреагировать на повторный визит певицы в Крым не могут. Ей просто запрещен въезд в страну на три года. Музыка Зато Юлия Самойлова заявила, может повторить концерт в Севастополе. А в следующий раз в Севастополе уже с сольным концертом, да? Конечно, почему бы и нет. Артур Гасприн, Александр Шевченко, Севастополь, Киев. С вами Крым Реалии. На полуострове, наконец, выяснили, кто же в Крыму был первым туристом. И это оказались не античные герои или средневековые путешественники, потому что это не вписывается в имперскую доктрину исконно русской земли. Впрочем, даже для россиян Крым больше не популярное направление. По сравнению с прошлым годом, полуостровом заинтересовалось на треть меньше жителей России. Однако крымские чиновники все еще надеются на новые рекорды. И готовятся к курортному сезону. Конечно, как умеют. Как именно, узнаете далее в нашем сюжете. Нашествие императриц в место наплыва курортников. На полуострове, не шутя, называют российскую императрицу Екатерину II первой крымской туристкой. 230-летие со дня пребывания Екатерины II на территории Крыма. Мы считаем эту дату началом отчета истории туристической отрасли на территории Крыма. Едва ли не в каждом приморском городе своя императрица. Открытие курортного сезона 2017. Я объявляю его открытым. Чтобы варейки в мире жили. Здравствуй, Евпатория, город-море. Далеких 230 лет назад, когда была в Крыму я. Очень жаль мне, что тогда приехать к вам я не смогла. После женщины в костюме императрицы в Евпаторию наведался Сергей Аксенов. Обнаружил Потемкинский сервис. Это была первая проверка готовности крымских пляжей к сезону. Коллеги убеждаются. Я говорю, хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Сам, там, где они убедились, там, где сами не вышли и не посмотрели, там, соответственно, все написали несоответствующую реалиям информацию подали. Как только вот сейчас прошли, уже, ну, сами убедились в том, что надо выходить в патруль регулярно, то есть самостоятельно. Местные чиновники после этого ринулись убирать с пляжи. Вчера сюда приезжал глава республики Сергей Валерьевич Аксенов, и мы решили пройти тем же путем. Это пример любви к своему городу, что мы его действительно любим. До визита Сергея Аксенова уборка выглядела иначе. Водоросли сгребали и сбрасывали обратно в море. Процесс снял известный в Крыму блогер Сергей Анашкевич. И в Патарийце на это уже насмотрелись. Такого рода фото надо включить в рекламу отдыха в Крыму. Пусть видят все, как мы готовимся к сезону и приезду отдыхающих. Велкам! Третий день наблюдаю за этой чачей в море. Никуда она не уплывает. Все так же плюхается возле берега и воняет. В море зайти невозможно. Событием в преддверии сезона удивляются даже коммунальщики. Совместили открытие сезона, парад эпох и первое мае. Я считаю, это не особо как-то вот. Для приезжих это диковато. Люди любят Евпаторию, но не совсем все продумано. Например, отсутствие туалетов. Первые туристы не заставили себя ждать. Уже паркуются в пешеходной зоне. Продавцы протирают магниты, выставляют новые карикатуры. Теперь с Трампом. Лидия к туристическому нашествию готова. Смастерила сувениры и зарядилась хорошим настроением. Переполняйся радостью. Потому что везде воюют, а у нас мир. Мы любим Путина. И поддерживаем его. И сами стараемся развивать творчество. И готовимся к большому прибытию туристов. Ждем уже, когда мост построят. Еще больше будут. В этом году около трех миллионов должно быть. Купаются и греются на пляжах в основном местные. Наплыва туристов на Майске они не наблюдали. Куда бы они делись сегодня, если они были здесь? На три дня сюда ехать. Это довольно дорого. Билеты, я вам скажу, недешевые все-таки. Сейчас самолетом, поездом ехать долго. Только самолетом это пять с лишним тысяч шесть. А дальше еще дороже. Российские чиновники видят все больше и больше туристов. Я вижу, как с каждым годом и инфраструктура, я имею в виду гражданская инфраструктура и туристическая инфраструктура просто набирают оборот. Это видно невооруженным взглядом. Это также отражается и на цифрах, которые потом приводят в качестве статистических данных соответствующие министерства и ведомства, отмечая все больший рост притока туристов в Крым. В Крым. Ассоциация туроператоров России насчитала другие числа. По ее информации, спрос на Крым на майские праздники упал. У одних турфирм на 30%, у других больше, чем на половину. Александра Славина, Владимир Нестайко для Крым Реалии. Обычно первая большая волна отдыхающих появлялась на полуострове как раз на майские праздники. 1 мая этого года российскому президенту Путину чиновники уже отчитались о старте курортного сезона в оккупированном Крыму. А мы проверили, действительно ли сезон начался и кто приехал на майские праздники в некогда популярный курортный город Судак. Катер подбрасывает, а бриз обдувает первых крымских курортников. Они вышли в море поохотиться на дельфинов. Вместо оружия у них телефоны и фотокамеры. Туристический сезон официально стартовал в начале мая, но в Судаке этого в полную силу не ощущают. Ну что, я смотрю, туристов немного? Ну и что, собирается. Утром было 8, после обеда 8. Ну что же делать? Ну в этом году так. Вот на год не приходится. Холодно. 23-го еще снег лежал. Ищем туристов на центральном пляже. Наталкиваемся на крымчан. Ты ж, видишь, я в шубе лежу. Какой отдыхающий лежит на море в шубе. Рядом с местными мерзляками адаптированные к любой погоде жители. Тоже местные. Хорошая водичка такая, бодрящая. Ну зимой я сюда приезжаю. Вот в феврале было плюс 8. В январе бывает 12-11. Купаюсь круглый год. Наконец находим приезжих. Это закаленные морозами россияне. Температура воды ниже 10 градусов или выше им решительно все равно. Погода хорошая. Море тепло. Купаемся по три раза в день. Ну у нас в Вологодской области холодная вода. По сравнению с этой почти одинаковая. Море и пляжи чистые. Сюда еще не наведываются торговцы пирожками и кукурузой, а полуголые тела еще не закрывают вид на генуэзскую крепость. Кафе и магазины в большинстве своем закрыты. Ухо отдыхающего режет грохот ремонта. Спасаемся от шума морской прогулкой. Отправляемся на царский пляж в поселке Новый Свет. Пейзажи поражают. Классные пейзажи, конечно, все очень нравится. Вот, что еще сказать. Тропа заинтересовалась или грот, надо, наверное, уговорить, сейчас захватить корабль и плыть в грот. Эти российские дамы бюджетные туристки, но рассчитывают на сервис. Сервис, вы знаете, честно говорю, наполовину устраивает, наполовину. Еще здесь надо доделывать, очень много средств надо вкладывать, как везде. Но нам пока и это нравится, спасите. Потому что мы едем по социалке. Хоть отдых и обошелся им в сущие копейки, рассуждают, могло быть и лучше. Вот цена все-таки так дороговатая, я бы сказала. Немножко у болгар надо кучиться. Это особенно чувствуется, потому что мы все съездили в Болгарию по социалке и сюда приехали. Природа здесь лучше, чем в Болгарии. Условия красивее, неописуемая природа. Но вот самообслуживание еще не на должном уровне. Не на большом уровне. Даже не на должном. Половина отдыхающих, опрошенных нами в Судаке, крымчане. Стало быть, сезон начался в основном для внутреннего туриста. Того, кто не любит толпу, не тратит много времени в кафе и, возможно, летом сам планирует заработать на приезжих. Артур Гасприн, Назар Сытник, Судак. На сегодня это все. Смотрите «Настоящее время», читайте сайт «Крымреалия». В Крыму ежедневно слушайте радио «Крымреалии». С вами была Катерина Некречи. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин